Итак, будущее храма на Синой остается пока неясным, в этот раз по финансовым причинам. Министерство культуры отказалось выделять деньги на эти цели и городу предстоит решить вопрос потенциальных источников выделения средств. Не исключено, что это будут инвесторы. О том, насколько церковь может быть привлекательной для спонсоров, говорим с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Юрист прихода храма «Спас на Синой» Анастасия Жукова. Анастасия Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Александр Александрович, также рад вас приветствовать. И архитектор, и руководитель проекта восстановления храма «Спас на Синой» Рафаэль Даянов. Рафаэль Маратович, также добрый день. Здравствуйте. Ну и вот, собственно, решение о восстановлении храма «Успение Пресвятой Богородицы», несмотря на предшествовавшие ранее споры, все-таки принято. Теперь, как я уже проанонсировала телезрителям, встала иная проблема. Проблема финансирования сейчас город видит в качестве возможного спонсора застройщика «Пика-2», который уже вложил определенные средства как раз и в археологические раскопки. Вот на ваш взгляд, уважаемые гости, эксперты, с точки зрения как раз истории, культуры, архитектуры, ну, духовной ценности это безусловно, может ли быть сегодня церковь вообще привлекательной для потенциального инвестора? Ну, в конце концов, может быть, с имиджевой позиции? Анастасия Николаевна, вам вначале слово. Ну, первый раз слышу, чтобы объект церковного значения мог бы привлекательным быть как инвестиционный проект, это надо все-таки рассматривать именно с духовной, культурологической точки зрения. Поэтому я считаю, что это несколько некорректно, так, постановка такого вопроса. Просто есть примеры, я вам уже за кадром их озвучивала, да, допустим, реставрация Кронштадтского собора, ну, было определенным делом чести, да, поучаствовать в его реставрации для крупных компаний. Ну, все-таки это не инвестиционный проект, в первую очередь, а духовный центр, да. В данном случае мы тоже не рассматриваем наш храм, естественно, как инвестиционный проект, и с точки зрения привлекательности для инвесторов мы его никогда не предлагали. Храм будет строиться на, и всегда заявлялось о том, что храм будет строиться на добровольное пожертвование населения, горожан или жителей других городов, других стран. Тем более, что их у нас большое количество, кто приезжает. Совершенно верно, кроме того, и петербуржцы, и коренные, и некоренные, и сейчас жители других стран, других городов, и тоже очень интересен этот проект, поскольку действительно храм имеет богатую историческую, прошлое богатое историческое. Этот храм описан и у Достоевского, и у Крестовского, и мы его все знаем, что очень много жителей нашего города, которым где-то между 60 и 70 лет, они его видели воочию. Да, и вот этот вот как раз, наверное, парадокс истории, он вдвойне важен, актуален для судьбы храма. Совершенно верно. В 61-м году его разрушили, поэтому очень многие жители его еще помнят, и очень многие нам рассказывают, как они его видели, как видели его разрушение, как переживали. Поэтому даже с точки зрения восстановления исторической справедливости, это было бы правильно, чтобы этот храм опять возник на своем историческом месте, потому что люди, которые жили в то время, были петербуржцами и видели его разрушение, все на самом деле с большим скорбью, с большой рассказывали об этой утрате. А, соответственно, сейчас они готовы не только сами, но и рассказывая следующему поколению, поддержать идею восстановления. Простите, у нас там уже просто корреспондент горит на проводе буквально, поэтому ваше мнение, Александр Александрович, вначале вам слово. Вот здесь можно ли привлечь более крупных, так скажем, пожертвователей, будем иначе формулировать проблему, именно с точки зрения привлекательности этого объекта с исторической, культурной, духовной, архитектурной позицией? Ну, я бы в первую очередь рассматривал этот объект как очень важную градостроительную доминанту. Понятно, что с таким варварским уничтожением этого памятника сама Семная площадь очень многое потеряла, и восстановление, фактически реставрация архитектурная вот этого фрагмента городской исторической застройки, действительно и для администрации, и для горожан должен являться очень важным таким, фактически это, в общем, ну, такой возврат наших долгов. Ну, а самое главное, возможно, задаст тон и доминанту как раз Сыной площади. Безусловно, сегодня ведь предполагается комплексная реконструкция площади. Речь идет о, действительно, появлении там второй очереди, пика. Вот я приму вас, потому что мы об этом поговорим, но чуть позже. И мне кажется, что, собственно говоря, нужно использовать как раз интересы всех тех, кто будет задействован в реконструкции площади. Как двойная привлекательность того же торгового центра. Хорошо, Рафаэль Маратович, на ваш взгляд, тем более как автора вот этого проекта, я думаю, вдвойне переживаете за его судьбу. Ну, я не только автор, а я как раз вхожу в число тех людей, вот в том промежутке, о котором Анастасия уже сказала, и я этот храм хорошо помню. И я помню и другое, главное, наверное, что в период моего детства и юности это была все-таки площадь, а не тот транспортный узел, который мы имеем сегодня. И та торговая точка, во что превратилась площадь в целом. Сегодня этого городского пространства не существует. И, кажется, про доминанту и градоставительную все понятно, Сан Саныч уже сказал об этом. А что касается самой площади, площади действительно сегодня нет. Это правда. И, наверное, вот это важнейшая составляющая, кроме, конечно, духовного и возрождения исторического, особой истории этого храма. Ну, о ней, наверное, многие знают. Ну, то, что уже, Анастасия Николаевна, вы подняли тему, да, что пытаются сейчас прихожане собирать средства, есть надежда на то, что все-таки мир не без добрых людей. И это один из основных все-таки источников как раз сбора средств на восстановление храма. Насколько он эффективен, узнал наш корреспондент Екатерина Леникова. Она, если я не ошибаюсь, сейчас находится не просто на Сенной площади, а как раз вот рядом с фундаментом церкви. И готова рассказать как раз об эффективности такого сбора средств. Катя, тебе слово. Да, Ира, но вот у меня за спиной сейчас, как вы можете видеть, огороженный синим забором как раз тот самый фундамент церкви. И часовня – это сейчас единственный действующий на Сенной площади храм, где, в общем-то, и проходят молебны. По нашим наблюдениям, мы тут снимали достаточно долго, люди, к сожалению, жертвуют неохотно. Но, возможно, дело в том, что многие просто не замечают вот этих вот мест для сбора средств. И мы успели поговорить с людьми на Сенной площади. Они, многие были готовы жертвовать, но просто не знали о том, куда эти деньги опускать. Есть еще одна форма. И можно приобрести сертификат, который подтвердит, что ты приобрел кирпич для строительства церкви. Сам кирпич, конечно, не выдадут, но вот имена благотворители обещают потом нанести. О том, как будут восстанавливать церковь, мы сейчас спросим у настоятеля прихода Спаса на Сенной, отца Михаила. Михаил, подходите к нам. Скажите, пожалуйста, насколько уже активно происходит сбор средств, много ли удалось собрать? Ну, сбор средств, он происходит постоянно. Вы, наверное, снимая вокруг забора, видели, что есть определенные два места. Это на Садовый и здесь, вот у самого метро. Это кружки, так называемые, куда желающие могут опускать свои пожертвования. Это, конечно же, я бы сравнивать пожертвования с теми двумя евангельскими лептами. Бедные вдовицы, потому что они, конечно, очень малы, но они очень ценны для нас, потому что являются прямым свидетельством того, что люди хотят, чтобы здесь на Сенной появился вновь утраченный, в 1961 году утраченный храм Спас на Сенной. И, конечно же, хоть эти средства и малы, но, тем не менее, они идут как раз вот на осуществление тех работ, которые производятся здесь, да, на содержание стройплощадки, да, на проведение определенной части изыскательских работ, проектных работ. И это те денежные средства, которые, в общем-то, позволяют ситуацию держать под контролем и приуготовлять, да, тот момент, когда, наконец-то, здесь будет заложен первый камень. Ну, все-таки храм большой, 9 тысяч квадратных метров, если я не ошибаюсь. Ну, это не совсем верная информация, порядка 3 тысяч квадратных метров. И сумма, которую, возможно, тоже меня поправите, да, необходимая сумма, которую сейчас называют, это 1 миллиард рублей. А насколько, каким образом вообще собираетесь искать эти средства? Уже стало известно, что Министерство культуры, к сожалению, отказалось их выделять. Ну, да, Министерство культуры отказало, поскольку памятник, а недавно к АГИОПам, само место признано достопримечательным и памятником, региональным памятником местного значения, памятником культуры местного значения. Суммы, к сожалению, от нас не зависят и гуляют в информационном пространстве разные. Кто говорит сколько, смотря откуда считать, да. Есть такое понятие, как следующий необходимый этап работы. Им является вынос инженерных сетей и коммуникации из-под пятна застройки храма. И это одни деньги, да. Есть вопрос с реконструкцией вестибюля Синная площадь, вот этого вот аварийного вестибюля, как мы знаем, здесь обрушился козырёк, и погибли люди, и вестибюль до сих пор находится в аварийном состоянии. Он требует реконструкции, как она будет проведена, да. Позволит ли её реконструкция сделать расстояние, да, между храмом и между станцией метрополитена. Это уже второй вопрос, да. Это вторые деньги. И есть, конечно же, суммы, которые необходимы на строительство самого храма. Вот, поэтому сумма миллиард, она непонятно, что учитывает. Если мы говорим о строительстве так называемой коробки, то есть самого здания храма полностью, да, строймонтажные работы, строительно-монтажные работы по возведению основного каркаса, без архитектурной отделки, да, без куполов, да, то это порядка полумиллиарда. Порядка полумиллиарда, да. Вынос сетей тоже, по-моему, вот те суммы, которые называются и последнее время... То есть, грубо говоря, под ключ примерно тот самый миллиард. Собственно, да, наверное, строительство под ключ где-то, может быть, как раз к этой сумме и приближится, да. Но вынос сетей, иногда называются какие-то фантастические суммы в полтора миллиарда, это не так, да. Вынос сетей порядка ста миллионов рублей. Но вот мне говорят, что у нас ещё у студии есть вопрос. Ирина? Да, Катя, на самом деле, просто я слышала такую информацию, что буквально сегодня вечером будет сам патриарх в Петербурге. Возможно, как раз приход и сам отец Михаил воспользуются ситуацией, поднимет этот вопрос. Ну, здесь, конечно, не вопрос того, чтобы проспонсировала русская православная церковь или патриарх, да. Но вот, опять же, проводя аналогию с реставрацией Кронштадтского собора, возможно, привлечь здесь в качестве таких информационных спонсоров, да, каких-то высокопоставленных лиц. Ирина говорит, что по информации нашей сегодня вечером в городе будет патриарх. Будете ли к нему обращаться, возможно, действительно, как было с тем же Кронштадтским собором, когда на высшем уровне заговорили, сразу спонсоры нашлись и храм восстановили? Ну, да это Бог. Святейший патриарх в курсе проблем, в курсе ситуации, поскольку один из членов попечительского совета храма, Татьяна Васильевна Доронина, народная артистка СССР, которую здесь крестили в детстве практически умирающим ребенком и после крещения здесь в Спасино-Синном, она поправилась и стала тем замечательным человеком, который и до сегодняшнего дня возглавляет классическое театральное искусство в Москве. И вот Татьяна Васильевна, когда на юбилей святейший патриарх вручал ей награду, донесла до его святейшества вот те проблемы, которые существуют. Поэтому мы можем уверенно сказать, что святейший патриарх в курсе, и мы надеемся, что его помощь, его помощь тоже будет нам оказываться. Вы сегодня с ним общаться не планируете? Не я не знаю. Впереди еще одна не менее актуальная тема, поэтому вынуждены прервать. Спасибо еще раз. Но согласитесь, да, даже если услышит патриарх и будет оказана помощь, вот те средства, которые сегодня возможно собрать с помощью жертвователей-благотворителей, несопоставимы с той суммой общей, которая требуется на восстановление. Или нет, или я ошибаюсь? Ну, это вопрос сложный, его просчитать невозможно. Конечно, естественно, мы надеемся и на пожертвования каких-либо коммерческих фирм и предприятий. Обращались с просьбами о пожертвовании, где-то там рассматривают наши предложения, где-то еще... Я вообще знаю, что юридический город может обязать даже компанию к тому, чтобы стать спонсором вот этого проекта. Вы согласны вот на такой поворот событий? Такой вопрос нами перед городом не ставился, поскольку мы не имеем права его ставить перед городом. И, на мой взгляд, если город захочет самостоятельно какие-то такие действия произвести, это право города и... Но вы здесь настаивать не будете? Мы не то, что не настаиваем, мы даже не выступали с такими предложениями, поскольку, на мой взгляд, это некорректно. И мы просто в самостоятельном порядке действительно обращались к коммерческим организациям. Некоторые из них оказали нам уже поддержку финансовую, некоторые, я еще раз говорю, задумались об этом. И так что мы надеемся на помощь и коммерческих фирм. Хорошо, мы уже проговорили про то, что, в принципе, храм Спасный Сенной может стать той самой доминантой для будущей Сенной площади. Давайте вспомним как раз, о какой Сенная будет в перспективе, если можно, как раз слайды, да? Вот это проект будущей Сенной площади. Здесь обозначен храм, но плохо обозначен Пик-2. Ну, так мы это будем называть. Он здесь не выделяется никаким образом. Если можно, следующий слайд, да? Здесь просто мне хочется понять, насколько все это вместе будет логичным. Вот следующий слайд. Опять же, все это красиво, все замечательно. Храм, вот такой пока еще храм-призрак. И, если можно, собственно, тот самый проект Пик-2, который почему-то пока сейчас стараются как-то, ну, замолчать, я бы так это назвала. А это здание Пик-2, которое там же будет, вот, извините, выходишь из метро, да, с одной стороны Пик-2, с другой стороны храм. Вот насколько здесь вписываются эти два момента, да, Александр Александрович, вам слово. Ну, это фантастический проект, ничего подобного там не предполагается к реализации. Я не знаю, откуда вы это чудо нашли. Потому что, собственно говоря, тот проект фланировки, который разрабатывался, и архитектурный облик, уже это невозможно в силу того, что там сейчас два выхода из станции метро. Соответственно, то здание, которое предполагается, оно будет в достаточно классических формах. И, собственно, я напомню, что с точки зрения градостроительной на этом месте до 70-х годов был дом, который снесли довольно большой, да, и фактически, да, под стилизацию, да, вот этой исторической застройки. И должен быть новый облик Пик-2, который, наоборот, закроет вот эту вот первую стеклянную очередь. Ну, хочется надеяться, Рафаэр Морадович. Ну, здесь ничего нового нет, и все картинки, которые вы показывали, кроме вот последних... Ну, вот, повторюсь, с официального сайта, то есть самый компонент. Ну, возможно, но, во-первых, это не рассматривалось ни на каких советах, ни на совет по наследию, ни на границах. Да, давайте еще раз их успокоим. Да, это во-первых. А самое главное здесь вот что. До войны архитектором, главным архитектором города Барановым были разработаны проекты. До этого были конкурсные проекты, но Барановым были разработаны проекты реорганизации этой площади, приведения к единой высотной отметке всех зданий. И было два варианта. Один с храмом, другой без храма. После войны, ну, в 61-м году, когда снесли, спас на сено, и там предполагалось на этом месте поставить гостиницу Прага 20-этажную. И станция метро должна была быть встроена в эту гостиницу. И получается такая вещь, что здание, снесенное в конце 60-х годов, собственно говоря, создавало красную линию площади. Поэтому ПИК-2 может появиться только на этой красной линии и нигде больше. Но вопрос, опять же, каким он будет? Это второй вопрос. Но главное, что мы возвращаемся просто к той площади, которая была, собственно говоря, всегда. И эти красные линии, они неизменны. Поэтому архитектура может быть какой-то другой. Но параметры ее, высотные параметры, они вряд ли будут какими-то иными, кроме тех, которые могут только здесь быть. Просто я не знаю, насколько здесь вот Александр Александрович, как городозащитник, разделяет опасения жителей города. Но в той ситуации, если мы будем привлекать спонсора, да, который готов будет профинансировать и вынос коммуникации и так далее, мы же ему можем дать вот те самые поблажки, поблажки в вопросах решения других архитектурных моментов на Синной площади. Вы знаете, там уже есть поблажки, там на одном из зданий появилась мансарда в два этажа. Совершенно чудовищно и безобразно. Ну вот, видите, уже пример. Отрицательный пример. Здесь единый, знаете, мы все горожане. Не надо нас разделять на городозащитников, там, архитекторов, юристов, там, или еще кого-то. Мы все с вами... Да, журналистов. Да, и журналистов. Мы все жители этого города и болеем за центральные места, естественно, точно так же. Поверьте мне, не найдется ни одного здравомыслящего архитектора, который бы сказал, что эта мансарда хорошо. И мы как раз ратуем за то, чтобы сохранить ту идею, которая была заложена главным архитектором города в свое время, до войны и после войны. Поэтому я думаю, что этот вопрос не обсуждается. Александр Александрович, вам заключительное в данном случае... Я абсолютно согласен. Эта красная линия, она, собственно, уже обозначена двумя вестибилями метрополитена. Относительно высоты тоже все понятно. Регламент очень жесткий. Никаких повлажек тут быть не может. Если, допустим, инвестор конкретно этого объекта не готов поучаствовать в воссоздании храма, ну, значит, не готов. Либо на определенных условиях, в кавычках условиях. Но это не предмет для торговли. Потому что, ну, собственно говоря, объемы и так довольно большие. Все, что положено по закону, инвестор получит. А какие тут еще? Позволить еще пять этажей сверху за, так сказать, вкладывание денег, никто, конечно, на это не пойдет. Опять же, если у нас появится еще одна культурная, да, доминанта, доминанта архитектурная для Осиной площади, это станет еще одним привлекательным моментом и для тех, возможно, потенциальных спонсоров, которые делают ту или иную застройку сейчас. Спасибо вам большое, что пришли. Поскольку пока все-таки вопрос, в частности, о финансировании строительства, точнее, восстановление собора остается открытым, то очевидно, что петербургский дневник еще к этой теме обязательно вернется.